У нас сегодня очень интересная, очень такая насыщенная тема. Мы немного забежали вперёд, нужно было, конечно же, пройти историю Килики и потом говорить об армянском Ренессансе, но мы сейчас сделаем обзорную лекцию, а в следующий раз уже поговорим про историю Киликиска Армении и двинемся дальше. Дело в том, что Ренессанс для многих из нас – сугубо европейское понятие и привязано к конкретному историческому периоду. Это конец XIV века для Италии, а для северных земель – это так называемый постий Ренессанс или северный Ренессанс. Этот период истории начинается даже на сто лет позже. У нас всё немного по-другому. У нас вот первые ростки Ренессанса, первые ростки перестройки экономической, политической, ну и как последствия духовной жизни начинаются сразу же после восстановления государственности, после возникновения Багратицкого царства. Впервые это зафиксировал и отметил культуролог, первопроходец в своём деле, Вазген Чалуян. В конце 50-х он выпустил маленькую книжечку «Армянский Ренессанс», где, опираясь на исследования в своём кругу тогда достаточно известных, и сейчас они известны всем, кто занимается историей Армении, на труды Серар Питер Нарсисян и епископа Гарегина Ховсепяна. Ну, Гарегин Ховсепяна, вы знаете, это человек, чья жизнь просто может стать, чья биография может стать, да, темой для отдельной лекции. Участник Сардарападской битвы. То есть духовное лицо, которое вот в немле кличу тогдашнего католикоса Георг Касурянянца взял в руки оружие и пошёл на Сардарападское поле в числе 500 других добровольцев духов и священников, спасибо, да, принял участие в этой битве. После этого, опять же, благодаря католикосу Георг Касурянянцу сумел перебраться за границу, то есть вот эта репрессия, волна репрессий, которая прокатилась по Эчмиотину, его как-то миновало. И там он целиком посвятил свою жизнь изучению армянской культуры, в частности, армянских школ миниатюристов, что очень важно, об этом поговорим. Так вот, изучив творчество, всю научную деятельность Сира Арпи Тернер Сисян и Гарегина Ховсепяна, также проводя самостоятельные исследования, Вазген Чалуян пришёл к выводу, что то социально-экономическое культурное явление, которое в Европе началось с наступлением так называемого позднего Средневековья, в Армении началось гораздо раньше, в эпоху классического Средневековья. Что из себя представляет вот эта формулировка «ренессанс»? Впервые вообще это слово как термин, некий вот культурный термин, использовал достаточно известный художник, друг Леонардо да Винчи, искусствовед Джорджо Вазари. Он как раз говорил о творчестве своей среды, своих друзей, своего поколения в том ключе, что возродился интерес к человеку, возрождение античного отношения к человеку как к самому красивому, самому совершенному, как к венцу природы, скажем так, к величайшему творению Бога, Божьего творения. И именно вот этот интерес к человеку, к его духовному миру, к его творчеству, к его духовным запросам и стал стержнем всей эпохи Ренессанса. И надо сказать, что у нас была очень серьезная предпосылка для появления таких, ну, как сказать, процессов. Да, спасибо. До этого, то есть до возрождения Багратицкой Армении, мы пережили Павликианское движение, мы пережили Арабское нашествие. И два этих фактора как бы стали тем очищающим огнем, тем катарсисом, которое повернуло нас в другую сторону. И мы стали, да, мы продолжали молиться Богу, но мы стали и смотреть на себя по-другому, с другого угла, если можно так сказать. О павликианах мы с вами не говорили, я просто в двух словах объясню, что это за движение, ну, насколько смогу, потому что мало чего известно о них. Это вот такое религиозное движение, оно зафиксировано в VII веке, в конце VII века, распространялось очень сильно в VIII-IX веках. Что это было за движение? Это было движение за раскрепощение человека, за освобождение от церковной, не божественной, а вот такой бытовой религиозной власти. То есть, в павликиане спрашивали, почему человек, Божье творение, должен платить за крещение? Почему надо платить за соборование? Почему надо платить за венчание? Почему человек, чтобы молиться Богу, должен идти в специально отведенное место? Если Бог везде, и Бог нас слышит, Бог нас видит, почему нужен специальный человек, который станет посредником между человеком и Богом? Чем вот этот человек лучше меня? Чем? И самое интересное, а есть ли жизнь по ту сторону? Они отрицали загробную жизнь, из-за этого подвергались страшным гонениям, из-за этого их постоянно сравнивали с другими сектантами, в частности, с манихейцами, с другими сектантами, которые были известны отрицанием необходимости продолжения жизни. То есть они отрицали брак, они отказывались от деторождения и так далее, и так далее. Как сейчас вы посетите child free? Ну, да, абсолютно верно. То есть свидетельство кризиса общества, лучшее свидетельство кризиса общества, вот это отказ продолжения рода. Ну, насколько это было характерно для павликианов сказать, трудно, но то, что они имели огромное число последователей, это очевидно. Они, между прочим, были очень воинственны в пору, почему они вот так распространили свое влияние именно в годы арабского правления, потому что арабы их использовали в качестве живого щита против Византии. Получили они оружие, а получив оружие, они сумели добиться полной автономии, полной самостоятельности. Основали они свои крепости. Они жили окруженные огненным кольцом, с одной стороны Византии, которая подвергала их страшным гонениям, с юга и с востока арабы, ну, которые до поры, до времени их терпели. А прямо в тылу Армения, которая тоже отказывалась от них. Так они выжили 200 лет, сражаясь на три фронта. Основали свои крепости, которые стояли до 880-х годов. Вот эта знаменитая императрица Теодора, Теодора II, она, между прочим, была канонизирована. То есть она сейчас у нас святая в православной церкви именно за те зверства, которые она применяла против павликианцев. Но именно присутствие такого учения на территории Армении дало толчок вот такой постановке вопроса «А что есть человек? А кто есть человек?» Плюс к этой идеологии еще замечательный эпос «Сосунцы и Давид», Давид Сосунский, который, можно сказать, складывался параллельно павликианскому движению. Вот многие не обращают внимания на такую достаточно интересную деталь. в эпосе нет ни одного действующего лица священника. Это полностью светский сказ, полностью. единственное религиозное действие, которое там упоминается, это восстановление отцовского храма руками Давида. Но храм он там восстанавливает параллельно всем охотничьим угодьям. То есть храм там не Дом Божий, а храм там символ армянского народа, который поднимается с колен. И вот, если рассмотреть вот эти факторы, вот одно как мышление армянского народа, я имею в виду эпос, а павликианское движение как зарождение вольнодумства среди людей мыслящих, думающих и проповедующих, получается вот эта картина пробуждения античного светского мышления среди армянского народа той эпохи. И возрождение независимости, конечно, тоже способствовало вот этому процессу. Что значит возрождение независимости для Армении? Возрождение, еще и обороноспособности. Чем характерно все армянское возрождение? Ну, конечно, мы должны в первую очередь открыть нашу карту. Багратицкая Армения. Я опять же повторяю, это не возрождение Великой Армении. Это возрождение Багратицкой водчины. Вот сердце, это широк. И как результат возрождение всех остальных крупных княжеств и земель. Воспураканской земли, Сюнийской земли. Дальше от Багратицтов пошли Ташир-Дзурагетское царство, или потом Лорийское царство, Карское царство. И вот, то есть, сложилась не Великая Армения, а Удельная Армения, если можно так сказать. И что происходило в этой Удельной Армении? Это Киликии, мы сюда еще вернемся. Началось очень мощное строительство, очень своеобразное строительство. Ну, понятное дело, что опять начали возрождаться монастыри. Причем монастыри строились как укрепления. Сюда приходили молиться, но сюда приходили во время военных действий и прятаться, отсюда вести военные действия. Вот это так называемое монастырь Хоро-Модь. Это находится по дороге в Степанован, если ехать от города Алаверды. Прямо вот так вот в овраге, в лощине. Если посмотреть сверху, вы не увидите. Потому что вот то, что осталось, очень органично сливается вот с этими утесами. И не разглядеть сверху. Ну, понятно, что это всего лишь развалины, руины, но тем не менее. Дальше. Хахпат. Это не просто монастырский комплекс, это не просто укрепленная территория с крепостными стенами, со многими хозяйственными постройками и так далее, и так далее. Хахпат построила багратитская царица Хосрова-Нош. Об этом мы в прошлый раз говорили. Прося у Бога долгой жизни, счастливой жизни для своих сыновей. Мы даже вот в прошлый раз рассмотрели с вами вот этот барельеф, донаторское вот такое свидетельство. Санагин. То же самое. И в Хахпате, и в Санагине в свое время действовали высшие школы. А это уже они. Со своей очень характерной архитектурой, круглой архитектурой. То есть вот планировка снаружи казалась круглой, церковная планировка, как так называемая планировка Заварднодзе. Вот кафедральный собор Анны, творение великого Тартада. Здесь это уже стройки покровительствовала царица Катранида, жена Шахиншаха Гагика. Ну вот символ багратитов на крепостных стенах, а вот сам Шахиншах Гагик. В Чалме с макетом церкви, образца Заварднодзе, но церковь называлась Гагика Шен, то есть постройка Гагика. Кстати, вот перед входом в исторический музей в Ереване стоит такая же статуя. Ну понятно, что это поздняя копия, это новодел, но вот стоит как символ возрожденной Армении. Ну а это уже полотно, это не фотография, это работа нашего великого художника Варткеса Суринянца, который очень трепетно относился к истории своей Родины. Это опять же церковь, Амейская церковь, она находится прямо вот на берегу реки Ахуряна. Называется Девичий монастырь. Ну она и сейчас примерно вот так выглядит. Но понимаете, церкви строили в тех местах, церкви и монастыри, где обычно строят крепости. Это значит, что любой монастырь в военное время превращается в крепость. И, конечно же, точно такая же деятельность развернули, такую же деятельность развернули все другие удельные князья. В частности, вот князья Арцруны на острове Ахтамар построили замечательно вот такой храмовый комплекс. Здесь вот архитектором был некий Мануэл. Почему мы говорим, что это тоже относится к временам армянского возрождения? Церковь полностью украшена барельефами. И там изображены не только сцены из Евангелия. Там полностью изображен сбор винограда. Стены все украшены вот этими знаменитыми виноградными сюжетами, которые у нас повторяются на любом барельефе, можно сказать. Вот эти детали. Здесь же изображены и братья Арцруны, которые к тому моменту управляли вас с Пураканом. Здесь же жена Гагика Арцруны, Хушуш, в честь своей матери, я извиняюсь, не Хушуш, а Малке, в честь своей матери построила тоже небольшую церковь. И прямо вот под куполом она, ну не она, конечно же, а мастер, выбил вот портрет ее матери, царицы Софии. О чем это говорит прежде всего? Это говорит о том, что женщина занимала свое достойное место и в семье, и в обществе. Ну, понятное дело, что мы здесь говорим о женщинах, которые принадлежали особому классу, и к ним было другое отношение. Но все равно это IX-X века. Это то время, когда в Европе царица ничего из себя не представляла и не получала должного отношения и уважения. А здесь их изображение выбивают на священных стенах, чтобы будущие поколения тоже помнили о них. Мы перебираемся на север Армении и перескакиваем в другую эпоху, я извиняюсь. Это уже время Захарянов. Вот смотрите, когда мы так рассказываем, складывается впечатление, что в эти годы Армения благоденствовала. На самом деле ни на минуту не прекращались ни военные действия, ни притязания соседей на наши освобожденные земли. Вся беда заключалась еще и в том, что вокруг нас были вот эти Эмираты, о которых мы говорили, и централизованной власти уже не было. То есть каждый эмир был сам себе царьком, сам себе хозяином и творил, что хотел. Никого не боялся, никакого суда, и следствия над ним не было. Поэтому постоянно мы находились под угрозой вторжения. То Ганзакского мира, то Атропатанского мира, то из Западной Армении кто-то вот опять нападет на нас. времени на мирную жизнь, на мирное строительство было очень-очень мало отпущено. И поэтому нужно было очень много успеть. И поэтому так много строили. Чем для нас интересны Захаряновские построения? Мы уже говорили о том, что при царице Тамары северные земли Армении под предводительством братьев Захарянов, Ивана и Захары, приняли грузинское покровительство, мягко говоря. Это, безусловно, отразилось и на культовых сооружениях. Вот видите Халкидонский крест над храмовым комплексом. И внутри вот такие потрясающие по своей красоте и цветовой насыщенности фрески. То, что вообще не свойственно армянской церкви. Если вы в какой-то церкви армянской увидите фрески, значит, эта церковь была построена и разукрашена в период, когда в Армении очень усилилось халкидонское влияние. И, как правило, в этой церкви вы не найдете хачкаров. Если даже вы увидите, то это уже позднее появление, это уже позднее внесение. Как ни странно, вот эту особенность отметил наш замечательный археолог, который изучал все наши вот эти, особенно арцахские, киликийские религиозные за постройки Санвел Карапетян. И он говорил, «Я не знаю, как это объяснить, но это факт, это закономерность. Там, где появляются фрески, исчезают хачкары». А это знаменитый Гошаванг, новогеттикский монастырь, который был построен по просьбе Махитара Гоша специально для него Закара Закаряном, где он преподавал и где опять находилась одна из наших философских школ. Кстати, здесь находится один из самых красивых хачкаров в Средневековье – хачкар Богоса. Но это не вот эти хачкары, он стоит вот здесь. Ну, примерно вот где это, девушка стоит, вот она, можно сказать, закрывает нам обзор. Это не арка, это маленькая такая церквушка, мы заходим в другую. Когда была на экскурсии в Каши-Марте, там сказали, что именно на этой локации зародилась ее эксплуатация Армении. Это правда? Это правда в том плане, что Махитар Гош составил первый судебник Армении, который, ну, дошел до нас, я имею в виду, зафиксировано, именно вот, задокументировано, первый судебник, автором этого судебника является Махитар Гош. Это правда. Ну, и, конечно же, Татевский монастырь. Чтобы слова мои вот так в пустую не пропали о войне и мире, которая сложилась на нашей территории в эту эпоху, в эпоху Ренессанса, я приведу вот один такой пример. В 1170 году гонзакский эмир Эдилкус напал на Сюник. Но, чтобы было понятно, я сейчас на карте покажу, где Сюник и где гонзак. То есть, можно сказать, что это совсем рядышком. Вот у нас Сюник и вот у нас гонзак. Он напал, вот Татевский монастырь, но в силу недоступности монастыря, взять, конечно, монастырь он не сумел, он спустился вниз в Багаберт. А там, оказывается, Татевские монахи спрятали 10 тысяч самых ценных рукописей. Что сделал этот гонзакский эмир и его войско? Они сняли переплеты, потому что переплет всегда богато разукрашен, он либо серебром покрыт, либо золотом, каменями, иногда слоновой костью. Сложили вот все рукописи и сожгли. Вот в таких условиях мы открывали университеты, мы поднимали нашу историю и культуру. Это Гарыч. В Гарыче тоже, кстати, присутствует вот такое вот донаторское изображение. Это уже братья Захаряны, Иваны и Захаря. Как видите, макет вот церковного комплекса выбит, уничтожен. А это вот герб семьи Захарянов. Это Мармашин, к этому мы вернемся. Теперь давайте немного поговорим о системе образования, которая сложилась к тому времени у нас. была очень интересная система образования. Но, понимаете, вот само понятие Ренессанс, что оно давало населению, почему вот именно такой взрыв случился и экономически, и политически, и духовно. Для свободной жизнедеятельности, для развития торговли и ремесел людей нужно было освобождать от вот огромного количества налогов. Это происходило очень плавно, очень органично. Каким путем? Когда город просил покровительства царя. Не своего князя, который у него вот сидит над головой, а верховного правителя. при Багратицкой армии, это то, что хотел как раз установить Аршак в свое время, и не получилось, когда он основал Аршак Аван. При Багратицкой Армении каждый царь, получается, в первые сто лет основывал одну столицу. То есть, смотрите, вот при Багратидах сколько столиц у нас было. Ашот I короновался в Багаране. Ну, Багаран пришлось привести в соответствующий вид. Дальше был Ширакован. Дальше был Карс. Дальше был Ами. Четыре крепости на пустом месте превратились в столицы. Понятное дело, что на торговых путях, на перекрестках тоже образовались новые торговые точки, новые города. Для их быстрого развития тоже требовалось государственное покровительство. то есть за какие-то 20-30 лет у нас стали образовываться вот эти города-коммуны. Ну, коммуна это никакого отношения вот к нашим коммунам не имеет. Это значит общины. То есть, город управляется общиной. Общины выбирает старейшин. Старейший, ну, кто старейший? Уважаемые в городе люди, торговцы, ремесленники, у которых свое дело, которое очень много вот жертвует на городские нужды. А такие люди в первую очередь заинтересованы в чем? В процветании своего города. Обогащение своего города. Потому что обогащение города это значит обогащение обогащения истиц. Да, 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 да. Обогащение самих вот горожан. Именно так появились очень короткое время. огромное количество новых городов. Хлад, Арцен, поднялись старые, Монаскер, но те города, о которых мы уже заговорили. Двин, после того, как в конце X века был освобожден от военного присутствия арабского эмира, тоже стал включаться в этот процесс. А богатому городу нужны грамотные, умелые жители. Было создано, были созданы две системы образования. Светская, что очень интересно, и духовная. В чем было отличие? Духовное образование позволяло дальше поступать уже в университеты, получить духовное звание, заняться духовной религиозной деятельностью. Светское образование давало самые необходимые знания, но, между прочим, в число необходимых знаний входило и музыкальная грамота. Там все математические дисциплины, это география, арифметика, не география, а геометрия, арифметика, тригонометрия, потому что строили люди, им нужны были самые такие элементарные знания. Ну, понятное дело, преподавали Библию, чтение, появилась светская литература. И, что очень интересно, появилась специальная детская литература, то есть появилась педагогическая мысль и первые педагогические творения. Как ни странно, этим занимался католикос, который уже в киликийское время, он стал католикосом, нерсес шнургали. Что можно сказать, чтобы в двух словах охарактеризовать величие этого человека? католикосом, до него, это двенадцатый век, католикосом был его старший брат. Уважение, восхищение и поклонение было настолько велико, что после смерти старшего брата его назначили католикосом. его церковное собрание его выбрало, а его назначили. Он стал не просто великим поэтом, великим католикосом, он стал потрясающим педагогом. Он первый изложил уже в светской форме историю Вартананг, Вартана и битвы. Он для детского чтения изложил житие царя Тартада и рапсимянских дев, которые приняли христианство. Он же составил триста загадок для младшей школы, если можно так сказать. И настолько они были меткими, настолько они были именно во всех деталях хорошо продуманы, что до конца 19 века они входили в состав учебников, детских учебников. Но помимо детской и педагогической литературы безусловно развивалась и духовная литература. Но достаточно упомянуть Григора Нари Катси. Он жил правда в Аспуракане в земле Раштоник. И что очень интересно и радостно к тому моменту сложились уже семьи династии, если можно так сказать интеллигенции. Вот Нерсес Шнурхали был из такой образованной передовой семьи. Григорь Нари Катси был из семьи священников. И его отец, и его дядя, брат отца преподавали вот в том же Нарекском монастыре, где он учился и где он потом получил кафедру. И надо сказать, что кроме книги скорбных песнопений, кроме Матяна Волхпальгуцяна, он написал потрясающие песнопения, которые посвящены, скажем, празднику Вартавара или посвящены Богоматери, но по своей стилистике, по своему содержанию они просто из себя представляют оды восхваления женской красоте. По-другому это не охарактеризуешь. Он восторгается Богоматерью не потому, что она Матерь Божья, а потому, что она безукоризненно красива, она бесподобно красива. И эта красота просто излучается у нее, просто душа отражается на лице во всех ее движениях и в голосе, и в походке. То есть это полностью светская лирика, вот так завуалированная в церковное песнопение. Тогда же появляется и жанр басни. Особенно этот жанр очень любят как раз наши юристы. Объясняя вот все щекотливые моменты, которые складываются вот в быту, в бытовой жизни, они прибегают к примеру басен. Ну, скажем так, на языке эзопа они объясняют доходчивым языком, что нехорошо, а что хорошо. Самыми яркими нашими баснописцами являются Махетар Гош, о котором мы говорили уже, и другой знаток права, более такой поздний современник Махетара Гоша. Махетар Гош жил в 13 веке, а вот его современник, младший современник, уже был, жил в начале 14 века в Артана Агекти. И если Махетар Гош жил при Захарянах вот на востоке в Новогетикском монастыре, это недалеко от Дилижана, то Агекти жил уже в Киликии, в Киликийской действительности. И, кстати, история права у нас продолжается уже в Киликии, где в 13 веке придворный главнокомандующий Самбат Гунстабл составил Киликийский свод законов. Ну, он составил, так как Киликия, в общем-то, была водоразделом между тогдашней Европой и Азией, то Гунстабл, конечно, взял все законы, которые могли быть применимы в Киликии из восточных сводов и из западных, то есть он использовал свод законов крестоносцев, антиохийские асизы, как они назывались тогда. Ну и, конечно же, мы должны поговорить о миниатюре. А книжная миниатюра, самые известные наши произведения, они зародились в Киликии, вернее, получили развитие в Киликии. Почему я открыла это полотно, мы не раз видели уже эту картину, это царица Запел, Киликийская царица, которая возвращается на трон и именно с ее правления и начинается смена династии, то есть ее муж Хетум уже не Рубинян, как она сама, а родоначальник новой династии, династии Хетумидов. Именно при них, вот смотрите, еще раз посмотрим, Киликийские крепости. Вот. Вы такое видели? Вот. А это построили, между прочим, в XI веке. И вот мы начинаем наш рассказ о книжной миниатюре Киликийской. Это работа Тороса Руслина. одного из самых известных наших художников-миниатюристов. Почему я выбрала именно эту работу? В 70-х годах при покровительстве нашего великого католикоса Вазгена I была выпущена, вернее, выпущена альбом. Это книга-альбом об армянской миниатюре. книга-альбом. можно сказать, был такой первый прорыв в советской книге. Не то, что книга-печатание, даже в армянском советском книга-печатании, когда вот на таком уровне, таким качеством делается книга о средневековом искусстве. книга была в суперобложке, и на суперобложке был изображен вот именно этот сюжет благовещения «Архангел Гавриил и Мария». В чем же тут новость? Во-первых, появление перспективы. И, во-вторых, изображение неканонических лиц, глаза в поллица, которые то смотрят, то не смотрят на тебя, которые обязательно должны были смотреть перед собой, а новое видение построения композиции. Появляется портрет. Армянская церковь запрещала иконы, запрещала портреты. Вот в этом и состоит подвиг Тороса Рослина, когда царица Керан, жена Левона Второго, заказала ему Евангелие. Это Евангелие сейчас хранится, по-моему, в Ярусалиме. И там каждая картина достойна отдельного представления, каждая миниатюра. Но здесь изображена царица Керан, можно сказать, со своей семьей, царская семья. И если смотреть другие изображения этой царицы, вот тоже, но, к сожалению, качество не позволяет нам хорошенько разглядеться, становится ясно, что здесь написан портрет, дано максимальное сходство. И это не икона, а это действительно портретная живопись. Кстати, это портретная живопись, которая потом в Европе получила такое большое развитие и понесла совсем в другую сторону всю историю Европы, сыграла с католической церковью очень злую шутку. На иконах изначально получается изображались все куртизанки, все падшие женщины Венеции, Флоренции, Рима и так далее, как Мадонны, Святые Анны, Святые Елизаветы. То есть икона как явление как таковое исчезла из католической церкви. Вот это и есть портрет нашего Нарсеса Шнурали, о котором мы говорили. Тоже своего рода новшество изображать человека в Священном Писании. Об этом мы уже поговорили. Получается смотрите тоже своего рода не смелый, а даже дерзкий поступок. Явный намек на благовещение. Но с благой вестью приходит царь к своей супруге, а не архангел Гавриил. А это Грекорд Нари Катсин. Тоже его портрет, прижизненный портрет. И вот прежде чем закончить, я хочу еще сказать несколько слов о нашей миниатюре. Настолько точно, с такой любовью и тщетностью выполнены все эти работы, что одна из наших ведущих искусствоведов 80-х годов госпожа Астри Геворкиан сумела по этим миниатюрам детально воссоздать предметы быта, которые там были, узоры, которые популярны были тогда, которые носили на одеждах, домашнюю утварь, домашнюю мебель. И она именно в конце, в середине, я извиняюсь, в 80-х выпустила книгу «Ремесла и быт армянского ренессанса в рукописях». Ну и, конечно же, это вот апофеоз нашего ренессанса. Шесть наших великих мыслителей, которые сказали свое новое слово в армянской истории и науке, они вот стоят перед матанадаром. Понятное дело, что это все символические изображения, это вымышленные портреты. Но я хочу вам показать Тороса Руслина. Вот у него в руках то ли палитра, то ли очередная книга, которую он должен разукрасить. Она не оширока, ци там стоит. И Махетар Гош. Вот он положил руку на судебника и словно приносит клятву. Что еще я хотела добавить сказанному. Вот смотрите, мы сказали, что в Багаберте в 1170 году сожгли 10 тысяч рукописей, а в 1280 году в Голодзоре открылся новый университет. Сам Татевский университет продержался до XIV века. Татевский университет перестал действовать после дошествия Тамерлана, а Тамерлан три раза так прошелся по нашей земле. Университеты были в Сисе, Ании был университет, Хахпати и Санагини. А что такое университет? Это не только образовательная система, это и Матанадаран, это и не мастерские, а почему бы и нет, мастерские для копировальщиков, переписчиков книг, это и мастерские художников, миниатюристов, где они преподавали, раскрашивали книги, расцвечивали книги, делали новые переплеты, и именно в это время складывается, если можно так выразиться, новый вид ремесла в Армении, ремесло переписчика. Именно после вот разгрома, если можно сказать, армянского ренессанса, появляется новая категория, я извиняюсь, но по-другому не знаю, как сказать, пандух там, бродячего эмигранта армянина, это армянин-переписчик, человек, который больше ничего не умеет, он умеет только переписывать рукописи, в некоторых случаях расцвечивать, раскрашивать, разукрашивать эти рукописи, и он, если другие вот ищут, где бы подработать, он ищет относительно благополучный монастырь, относительно благополучный храмовый комплекс, где нужен человек, который бы навел порядок матенадарани, который переписал бы уже истлевшую рукопись, а именно тогда зарождается вот эта привычка оставлять поминальники в конце книги. И там, где у нас не хватает исторических свидетельств, историков, которые бы нам писали историю, мы обращаемся именно вот к этим поминальникам. Что это такое? Переписчик должен был поблагодарить того человека, кто купил ему пергамент, потому что пергамент очень дорого стоил. Того, кто предоставил краски, кто предоставил чернила, кто предоставил кров, кто предоставил масло для лампады, кто приносил ему хлеб. В конце он обязательно пару слов добавлял о себе. Почему он оказался здесь? Почему-то потому что в таком-то году случилась эпидемия или в таком-то году напал вот тот-то разбойник, разорил их в монастырях, деревнях. Именно поэтому он сейчас вот здесь переписывает вот в этом храме вот эту рукопись отца-настоятеля должен был упомянуть и заканчивал свой труд такими словами не в защите за то, что труд мой слишком скромен, что вот картины мои не слишком яркие, что слог мой не слишком красив. это это все что я смог. У нас был преподаватель Ашот Абрахамен, но он себя называл книжным червем. Он знал все эти поминальники наизусть. И он выпустил специальную огромную монографию, где он разбирал все эти рукописи, поминальники, и, в общем, благодаря ему удалось нашим историкам заполнить все пробелы, которые оставляли тогдашние наши летописцы. В каких годах случались эпидемии, в каких годах случались нападения. Иногда удавалось выследить вот все путешествие какой-то одной рукописи. Ну и, конечно же, за каждым поминальником это стоит судьба человека, это стоит сам человек, его время и то, что он пережил в это время. Ну, вот это у меня все. А в следующий раз мы поговорим о Киликии. отец.